Творцевание не может заменить яркость и силу чувств, неприходящую внутреннюю потребность творчества, уникальный личный опыт, собственное видение мира. Катя Григорьева доказала еще раз эту старую истину, но это было непросто. Люди творческие, у них есть свои идеи, свои планы в жизни, пути их реализации, но, как правило, это все сопряжено с тяжелейшим трудом. Чтобы человека назвали мастером, чтобы около его картин останавливались, нужно очень много трудиться. Судьба стала улыбаться Кате Григорьевой. У каждого человека есть свой небесный ангел-хранитель, у нее появился еще и земной. В лице мужа Бориса Петровича Григорьева, влюбленного в ее творчество и в ее цветы. У нее все красивые работы. Ну вот сколько музыки у Бога, тоже очень мне нравится. Весна-весна, пора любви тоже. Любимые работы. Подсолнухи. Есть все как прежде работы. Подсолнухи. Любимые, но ее уже и нет в коллекции. Но много осталось любимых, которые просто прятали от Кати и не разрешали. Не разрешали ни продавать, ни куда отдавать. Я за 20 лет ни разу не видел, чтобы от начала до конца при мне была написана работа. Она не разрешала никому смотреть. Не знаю, это не секрет. Это просто... Она ни от кого не скрывала свои секреты. Я знаю, что и художников, которые преподавали в Суриковском, она учила, как ее знаменитые маки писали. Но все равно же так не получалось. Ее как-то спросили, сколько маков за свою жизнь написали. Она говорит, ну, у Пугачевой миллион алых рос, а у меня больше миллиона. Она всегда жила с обостренным ощущением родства с окружающим миром. Ей казалось, что она понимает, о чем шелестят деревья и поет ветер. Но цветы, их аромат, способность распускаться, свисти и быстро уходить, все это для Екатерины Григорьевой было наполнено особым смыслом. Она признавалась, что язык цветов, создание безгрешных и прекрасных, стал для нее ближе всех. Она считала, что цветы – это самые чудесные существа на Земле. Самые добрые, самые красивые. В общем, в любом цветке видела и красоту. Цветы для нее звучали сильнее слов. Они были мудрецами. «Жизнь промелькнет, как сон, и добро пожаловать скажут в полях заката», – шептали они. И просили торопиться, и она торопилась. Я очень люблю одну японскую легенду, которая связана с бонсай. Ведь не секрет для тех, кто увлекается этим искусством, что на Востоке бонсай начинают выращивать люди, даже не говорят преклонного возраста, а зачастую так и пишут уже как бы старики, умудренные жизнью, опытом и всем остальным. И вот эта легенда, она о том, что однажды старого японца спросили о том, почему вы так замечательно выглядите, ваше лицо практически лишено морщин. Он сказал, что в моей голове всегда образ моей цветущей яблони. Вот мне кажется, что у Катерины и в душе, и в голове, и в ней всегда был образ ее цветов. Субтитры создавал DimaTorzok Существует особая, потаенная логика образа в искусстве, паска в живописи, несущая в себе истину о мире. Многие пытались одеть в слова то неуловимое, что творила эта удивительная художница. Страсть и покой, сила и нежность, восторг и удивление, страх и преодоление, боль и упоение, горечь, радость, лед и пламя. В них все и обо всем. Так писали о ее цветах маститые искусствоведы. Пожалуй, именно отсутствие буквального копирования, отказ от ненужных деталей, затрудняющих восприятие главного, позволяет почувствовать своеобразие живописи Катерины Григорьевой. Особый, свой стиль – главное достижение Григорьева. Она сумела создать очень изменчивую, подвижную, но всегда сохраняющую авторскую определенность манеру. Она вкладывала в работы всю свою энергию, чтобы наполнить ее сердца тех, кто их увидит. Все воспринимают это как цветы, а она же не цветы рисовала, она рисовала музыку. И перед ней не стояли цветы, она рисовала музыку. Но это невероятно. Вот все невероятно, мазки ее невероятны, вот эти вот тонкие линии, которые она пропускает. И когда она сказала, что она рисует музыку, я действительно в ее картинах, в пейзажах, в натюрмортах, я увидела, что это музыка. Это действительно звучит музыка. И вот тонкие белые линии для меня – это вот как скрипка, которая такой тонкий-тонкий звук нежный дает, и он вот так вот нежно летит и исчезает. Субтитры подогнал «Симон» В Екатерине Григорьевне не было вот такое изображение, только вот просто цветы. Знаете, я знаю разных художников, кто говорит, вот не то рисует, кожу рисует, а надо душу рисовать. Кто-то обвиняет друг друга в фотографии. Вот Григорьевне невозможно ни в чем обвинить, потому что она рисовала цветы так, как она себе представляла, и даже не цветы, а жизнь через цветы. Катя настолько яркий человек, настолько мощный, что несмотря на то, что она, к сожалению, к великому сожалению, она ушла из жизни, для меня она все равно среди нас. Вот просто мы давно не виделись, и вот никак не получается встретиться. Сама Катя называла себя восторженным экспрессионистом и говорила о том, что пишет сердце, пытаясь передать через цветы трепетный пульс жизни.